На взятках попался железнодорожник. Речь идет о главном инженере Владимирского филиала Горьковской железной дороги УАО РЖД. По информации ФСБ и полиции, мужчина 1984 года рождения, занимая руководящую должность, брал деньги с представителей коммерческих структур за возможность проведения ими работ в зоне ЖД путей. Взятки носили систематический характер. Свою вину инженер признал, со следствием сотрудничал. За мошенничество преступник получил условный срок 4 года и штраф 80 тысяч рублей. Из РЖД взяточник уволен. Установил видеокамеру в дамском туалете. Региональный следком возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего жителя города Коврово. По данным следствия, в апреле нынешнего года подозреваемый разместил в женском туалете своего офиса видеозаписывающее устройство. Более полугода камера фиксировала все действия женщин. Сделанные видеозаписи мужчина отсматривал и хранил на рабочем месте. Вычислили подозреваемого по первому кадру. При установке включенного устройства зафиксировала его личность. Пока потерпевшими признаны три сотрудницы. Подозреваемый с работы уволился. Уголовное дело завели по статье нарушение неприкосновенности частной жизни человека. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Карантин снова продлили. Среди учеников 36-й школы новые заболевшие вне больничной пневмонией. В этот раз диагноз поставили сразу двум ученикам. Теперь количество больных возросло до 17 человек. Напомним, из-за вспышки вне больничной пневмонии школу закрыли на карантин еще 17 октября. С тех пор дети занимаются дистанционно. Новые случаи заболевания в Роспотребнадзоре объясняют тем, что у пневмонии долгий инкубационный период до трех недель. Дети, которые заболели сейчас, заразились еще до карантина. Во всех помещениях школы были взяты смывы. Они показали, что в школьных помещениях источника инфекции не было. По нормам Санпина карантин продлили на неделю. Если новых заболевших не будет, дети вернутся на учебу 9 ноября. 4 ноября в День народного единства закроют движение всех видов транспорта под проспекту Ленина. Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий. Участок от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана будет перекрыт в течение трех часов с 9 утра и до полудня. Транспорт будет направлен в объезд по федеральной трассе М7, а также улицы Мразина, Белякова, Мира, Горького.